Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о свободе, о ее формулировках. Итак, свобода – это возможность проявления субъектом своей воли на основании осознания законов развития природы и общества. Данная формулировка говорит о том, что человек неграмотный, человек невежественный, свободным быть не может. Для того, чтобы реализовывать свою свободу, необходимо осознавать те законы общества, те законы природы, которые нас окружают. Их нужно знать, их нужно исследовать и на основании осознания действовать и принимать решения. Однако, подразумевается также, что даже знание законов общества, даже знание законов мироздания может быть недостаточным для того, чтобы принимать осознанные решения свободно. Могут существовать достаточно серьезные ограничения в этом смысле. Много факторов, которые будут влиять на то, чтобы мы не исполнили свои решения или же наши решения не могли быть реализованными. Это ограничивающие законы государства, ограничивающие законы общества и так далее. Но, тем не менее, я соглашусь с той мыслью, которую выражают те люди, которые придерживаются данной формулировки свободы, что человек невежественный в меньшей степени может быть свободным, даже если ему будет казаться, что он абсолютно свободен. Для того, чтобы принимать решения без давления, для того, чтобы тобой не манипулировали, необходимо осознание тех процессов, которые происходят вокруг тебя. Я знаю огромное число людей, которые думают, что свободны, думают, что это их решение, думают, что это они так хотят. При этом я четко вижу и понимаю, что эти люди являются просто объектом манипуляции более грамотными, более хитрыми и более продвинутыми ребятами.